Ребята, привет! Сегодня мы будем делать камень без форм, а будем использовать гипс Г5. Так как мне скоро на работу, я лучше поиспользую вот этот строительный гипс, чтобы быстрее было. Для этого нам сегодня понадобится кусок дермантина. Этот дермантин используется для обивки мебели. В принципе продается в каждом магазине, где продаются ткани и дермантин. Ну а также можете спросить на мебельной фабрике, может быть кто-то у вас знакомых работает там. Также нам сегодня понадобится направляющая от гипсокартона. Две штуки. Вот допустим, такую ширину хотите. Можно использовать вот такие направляющие. Она идет 2 сантиметра. Вот как видите, она намного меньше. Вот даже положим. Вообще маленькая. Разбодяжили вот так вот гипс. Да, так как я очень спешил на работу, забыл закрепить эти направляющие. Ну вы же хотели без инструмента. Вот вам пожалуйста. Берем потом так. В общем набираем горстку гипса и начинаем так ляпать им. Создавать такие кратеры. И делаем вот такие вот воронки. Ну что ж, вот у нас прошло где-то 10 минут. Где-то так. Сейчас мы распакуем. Опа. Да, чтобы проще было, берем или ножик, или шпатель, обрезаем и все, и снимаем. Теперь берем, размечаем, какой у нас должен быть кирпич или камень, там я не знаю, 15-20 сантиметров. И обрезаем. Пока еще гипс свежий. Пока еще гипс свежий, он очень хорошо режется. Ну это где-то через минут 10 даже его можно резать. Тем более у нас тут толщина 3 сантиметра. Опа, смотрите. Классный, да, камень получается? Как видите, дерматин и обрабатывать ничем не надо. Но я посоветую, можно маслом его натереть, растительным. Так, на всякий случай. Тогда вообще прилипать гипс не будет. И также раствор. Можно сделать также из цемента и песка. Теперь берем все бока. Все, что нам не нужно, мы снимаем. Только смотрите, не пересушите гипс, если вы будете гипсом работать. А цемент и песок так можно будет на следующий день обрабатывать. И вот смотрите, у нас сразу получается два варианта камня. Один под крокодилью шкуру, или что это такое. А второй просто непонятный какой-то камень. Я думаю, вам эта идея конкретно поможет. Сразу двух зайцев убьете. Теперь необходимо подождать сутки. Может быть полтора суток, когда он высохнет. Потому что у меня сушилки нету. И можно будет тогда красить. Разговоры разговаривал Лысый Мастер. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Ну и подписываемся также на мой канал. С вами был Лысый Мастер. Субтитры подогнал «Симон»